«Одельку! Одельку! Одельку! Одельку!» В Одессе недостроев много. Как правило, инвесторы таких строительных объектов пытаются сообща решить проблемы своих домов. Объединяются движимые единственной целью – обрести долгожданные квартиры. Но есть и другие примеры. Инвесторы ЖК «Золотой берег» не могут найти общий язык и договориться. Предполагаемые соседи разделились на две группы. Большинство инвесторов, а это несколько сотен человек, прилагают усилия к тому, чтобы добиться окончания строительства. Нас большинство, нас около 400 человек, и мы требуем достройки «Золотого берега». Люди, семьи ждут уже около 10 лет. Мешают достроить «Золотой берег» Михайлик, Балаян. Основные инвесторы, их 400 человек, настоятельно требуют предоставить возможность «Морскому один» достроить «Золотой берег» и предоставить ему землю. У другой группы, возглавляемой Михайликом, Балаяном и Гураком, куда входят порядка 30 человек, планы другие. Да и сами Михайлики Гурак, по словам инвесторов, представляющих большинство, вообще не инвесторы. У оппонентов свои причины – недостраивать дом, подытоживают люди. Значит, вот господин Балаян не даст приходить, он ездил здесь, одел каску белую, взял прокурора, то есть следователя, взял адвоката, банкира и говорит, я понимаю эту достройку, я создаю кооператив. Я вступаю в кооператив Балаяна. Было такое? Было. Значит так, надо платить 50 гривен каждый месяц кооперативу. Платим. Прошел год, надо платить доллары, понимаете? Для того, чтобы мы достроим третий дом, а вы потом будете продавать и будете наварить. Понимаете? Это же вообще. Так, значит хорошо. От Балаяна входит, приходит механик. Мы два года ходим с механиком, боремся с Балаяном. Теперь Балаян и опять не тянились. Понимаете? Нет. Это вообще, это путь и никуда. Девчонки, боремся с Балаяном. Балаян, прочь руки от Золотого берега. Прояснить позицию и мотивацию меньшинства не удалось и на нынешней встрече. Господин Балаян, а можно к вам вопросу? Нет. Нет. А что вам говорили? Что вам говорили? У меня нет голоса. Два года назад при поддержке большинства инвесторов непростую задачу по достройке ЖК «Золотой берег» принял на себя кооператив «Морской-1» при содействии компании «Адеком Девелопмент». Я знаю, что эта компания достраивала другие объекты. И когда я покупал данную квартиру, я не думал, что может быть такая ситуация вообще, что инвесторы, которые очень долго ждали, я как бы не так долго, как они, которые очень долго ждали эти квартиры, могут быть против достройки этого дома и будут всячески препятствовать этому. Потому что на тот момент, когда я приобретал эту квартиру, была одна строительная компания, которая изъявила желание достроить данный объект. И других компаний не было. Компания «Адеком Девелопмент». На заседании земельной комиссии присутствовали представители обеих групп инвесторов. Группа, представляющая собой абсолютное большинство, требовала учесть интересы людей по достройке дома и вынести вопрос о предоставлении в аренду земли к оперативу «Морской-1» на ближайшую сессию Гурсовета. Пытались донести нашу позицию до земельной комиссии, до председателя земельной комиссии о том, что для того, чтобы люди получили свои квартиры, для того, чтобы объект был достроен, кооператив «Морской-1» должен получить аренду на этой сессии. После долгих дискуссий, споров и взаимных обвинений в земельной комиссии предложили решить вопрос на ближайших заседаниях. Мы в данном случае не будем делать исключения и будем руководствоваться теми же принципами, что и принимали все предыдущие решения. Это А. Законность – это наличие всех необходимых документов и согласований. И Б. Это справедливость. Законность, то бишь, если на пятницу мы получим сформированный пакет документов со всеми необходимыми визами, то мы будем принимать соответствующие решения. Не принимать его мы не имеем права. Это раз. Б. Что касается справедливости и то, о чем вы все говорите, мы же должны руководствоваться здравым смыслом и справедливостью, то есть, чтобы большинство людей должно не пострадать или учесть мнение большинства людей. Большинство инвесторов ЖК «Золотой берег» надеются, что вопрос их недостроя решится уже в ближайшее время. Ведь это позволит не упустить благоприятное для строительства время года. Инвесторы говорят, что не собираются останавливаться и публичными акциями будут делать все возможное, чтобы ответственные городские структуры выполнили свои обязательства. Продолжение следует...